Мы открыты для финансирования, направленного на социальные цели. Как я уже сказал, на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской станции, оказание медпомощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров и детей. Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции, но средства должны доходить до конкретного получателя, а ни в коем случае не растворяться по дороге. Кроме того, на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов. Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад. И я думаю, что нам ни в коем случае здесь нельзя что-то менять. Я поручил выработать предложение по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками. Работа над возможными корректировками велась под руководством управляющего делами главы администрации президента и председателя Комитета государственных контролей. При назначении директора департамента по гуманитарной деятельности также были поставлены задачи в этом направлении. Результатом на сегодняшний день такой работы явился новый проект декрета. Отдельные его нормы существенно меняют действующие механизмы регистрации помощи. Поэтому внесенные предложения требуют всесторонней оценки и обсуждения. От участников сегодняшнего совещания хочу услышать ответы на следующий вопрос. Во-первых, насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений по регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования. Не содержит ли этот порядок излишнего бюрократизма? Вот бюрократизма как раз быть не должно. Во-вторых, чем обосновывается размер вводимой платы за регистрацию помощи? То есть, если помощь поступает, мы вводим какую-то долю маленькую процента за регистрацию оформления этой помощи и подготовку документов по льготированию. Что планируется поменять в работе департамента по гуманитарной деятельности? Третье, участвуют ли наши местные органы в работе с иностранной помощью? Проводят ли оценку эффективности его использования? Как их деятельность прописана в проекте декрета? Вот местные органы власти обязательно надо подключить к этому вопросу. И может даже не перегружая губернаторов, это справятся председатели гор-раисполкомов на местах и главы администрации в городах крупных, областных и Минске. В-четвертых, насколько результативен контроль со стороны государства за поступлением и использованием помощи? Не требуется ли нам ввести какие-то дополнительные меры для предупреждения ее нецелевого использования? А вот меры должны быть жесточайшими. Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа, естественно, и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь, в основном то люди порядочные, они хотят, чтобы эта помощь дошла до адресата. И если эта помощь, как я уже говорил, растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность. Я знаю, что некоторые, в том числе и из вас, переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процентов введем за регистрацию гуманитарной помощи или очень жестко будем ее контролировать, значит, уменьшится может поток гуманитарной помощи. Ну, тогда и не надо такая нам гуманитарная помощь. Все должно быть честно, принципиально и порядочно. Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь. И они всегда и везде, на всех уровнях декларируют никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс.